Друзья, приветствую! Юрий Изминска прислал посылку с образцами двух разных масел. Это Neste Pro Plus V020, вольвовский допуск и C5 по осе. И второй образец это Fuchs Titan GT1, тоже Pro V020, тоже вольвовский допуск. Вот описание. Два разных автомобиля, Volvo V60 с одинаковыми моторами. Ну, я думаю, что с одинаковыми, потому что у Volvo, как оказалось, очень странная история по моторам. Есть два двухлитровых турбодизеля, 150 лошадиных сил, только один с одной турбиной, а другой с двумя. И разница, кстати, между ними только 30 ньютон-метров момента. Непонятно, зачем городить вторую турбину ради такой разницы. Ну, может быть, низы пополнее. Так, значит, первым делом я проверю Neste. Смотрите, вот такая спектрограмма. Суклицемид здесь. Стеров особо не видно. Так, как пишет производитель данной присадки, для высококачественных моторных масел. Суклицемид. С высоким щелочным числом, порядка 50. Да, значит, в свежем 94% противоизносных присадок. Я удивлен, очень высокий уровень. Масло заявлено как среднезольное. Ну, очень ближе к полнозольнику. Не знаю, вот, по крайней мере, так прибор намерял. Далее. Так, сейчас я подправлю. Ну, достаточно давно проверял. Значит, щелочное 7,7 и кислотное 1,63. Так, все, сохраняю. Можно проверять отработку. Как я уже сказал, это двухлитровый турбодизель Вольво, 150 сил. 5,2 объема масляной системы. 195 тысяч общий пробег. 7158 километров и 124 моточаса. И долито 800 миллилитров масла на таком пробеге. 94 по противоизносным присадкам. Ну, пробег совсем маленький. Гликоли нет. Значит, нитрование. Высокое нитрование, честно говоря. Для дизеля вообще. Так, сажи 14 сотых. Ну, нормальный. Достаточно высокая средняя скорость. На единицу, почти на единицу выросла кислотная. Сильно, сильно выросла кислотная. То есть, видно, что есть какая-то проблема. Ну, и видите, соответственно, 4,1 подсела прилично щелочное. То есть, запас еще как бы есть, но совсем его немного. То есть, здесь мы видим очевидная проблема с мотором. Не знаю какая. Ну, присутствует расход масла. Высокое нитрование. Вот. Окисляется масло. Сейчас покажу вам, что произошло с вязкостью. Ну, масло понятно, что это гидрокрекинг. Так, на канистре и заявлено. Next Base. Так, давайте посмотрим. Да, есть небольшое разжижение. Ну, 17%. Ну, ничего такого критичного или криминального. То есть, по вязкости нормально все. Но масло здесь как-то очень быстро окисляется в этом моторе. Возможно, картерные газы. Учитывая расход, возможно, прорыв картерных газов, которые в ускоренном порядке окисляют. Так, следующее масло. Это у нас FUX Titan GT1 Pro-V. A1, B1. Вот такая спектрограмма. Смотрите, она очень похожа на Mobil. ESP. Давайте посмотрим. Да. Тут не менее 6, даже, я бы сказал, наверное, может быть 6,5% СТРов. Как в Mobil. Да. Далее выбираю это масло. Сейчас посмотрим, что намерит прибор. 67. Вот здесь, да, похоже. Вот это по противоизносным присадкам похоже. У нас средний зольник. То есть вопросов здесь нету. Такой и должен быть. Ну, понятно, такой уровень СТРов дал завышение по кислотному и занижение по щелочному. Я выставил в соответствии с... Примерно ориентируюсь на Mobil 1 кислотное. Вот. И тут тоже меня ломало щелочное. Но выставил 7,5 щелочное. По-моему, данных я не нашел. Значит, точно такой же автомобиль. На год моложе. 17-го года. Пробег на 700 километров больше. Заявленный. И пробег на масле около 8 тысяч километров. 149 моточасов. Тоже средняя скорость высокая. Ну и смотрите. Противоизносных 89%. Ну, очень похоже. Кстати, гликоль присутствует. Возможно, кстати, это вот здесь присутствует ПАО. И бывает какой-то вот разбег небольшой на пагликолю. Ну, подтверждать не буду. Здесь уже совершенно другое нитрование. САЖИ. 2,10. Ну, сопоставимо. Там 14, здесь 20. Сопоставимо. 2,98. Кислотная. Посмотрите, насколько здесь меньше кислотная. Получается на... 607, в принципе. И щелочное 5,3. Здесь еще побольше запас. Ну, тоже как-то для дизеля 149 моточасов. Ну, тоже быстренько окисляется. Не знаю, может, мотор такой горячий. Сейчас покажу вам, значит, что произошло с вязкостью. Ну, по цвету, мне кажется, что здесь есть ПАО. Честно говоря, вот так между нами. Да, тоже есть небольшое разжижение. И самое удивительное, что разжижение точно такое же, как на НЕСТе. Тоже 17%. Ну, вот здесь под вопросом гликоль. Откуда гликоль? В сердце. Да, не забывайте отметить видео. Подписывайтесь. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. Ну, и давайте посмотрим, что по прогнозам получилось. НЕСТе, смотрите, 9,5 тысяч по моющим нейтрализующим свойствам. 164 моточаса совсем мало. Ну, и по нейтрированию здесь видно 340 часов. Это даже для бензинового мотора мало, честно говоря, откровенно. Вот, вязкость сами видите. А по Фуксу 14400 моющим нейтрализующим свойствам. 269 моточасов. Вот здесь по нейтрированию абсолютно нормальные показатели для дизеля. Чуть больше 1000 моточасов. Ну, по вязкости, сами понимаете. Видно, что у первого автомобиля очевидные есть проблемы. То ли со смесью проблемы. Хотя по вязкости не видно. Скорее всего, это прорыв все-таки картерных газов. Вот, которые, значит, ускоренно окисляют масло. Ну, по крайней мере, другого объяснения нет. Вот. Нейтрирование очень высокое уровень. Повторюсь, даже высокое для бензина. Для дизеля это не характерно. Ну, дизель где-то, нормальный дизель, вот так я смотрю, где-то от 800 моточасов и выше. А бензин от 400 до 500. А здесь 340 по дизелю. Вот. Возможно, что здесь спидометр у первого автомобиля сильно накручен. Тут не 195, а каких-нибудь 350 тысяч. Возможно, что уже естественный износ. Ну, сами видите, да. Масло совершенно по-другому отработало. Ну, плюс еще такой момент, что, естественно, у Фукса однозначно база получше. Потому что здесь совершенно точно видно пятую группу, которая в большинстве случаев сопровождает четвертую, дополняя ее недостатки некоторые. Соответственно, по общей отработке, вот так я бы сказал, что Фукс отработал, ну, в данном сравнении, практически в два раза лучше, чем Неста. Вот. Хотя, не стоит сбрасывать со счетов состояние первого мотора. Что-то, какая-то есть проблема в нем. Вот. Владельцу можно посмотреть. По САЖе одинаково. Топливное нельзя сказать, что какие-то проблемы имеет. И в одном и втором случае топливное работает нормально. Но вот. Что-то, что-то, что-то есть. Если бы топливное работало плохо, если бы это была смесь, скорее всего, это отразилось бы в первую очередь на САЖе. Это же дизель. Вот. И САЖа была бы высокая. А в первом автомобиле, в проблемном моторе, она, наоборот, низкая. Ну, вот такой получился тест. Пишите, что думаете. Благодарю Юрия за предоставленные образцы, за поддержку канала. Все, кто посмотрел данные видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Береги себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.